День с толком Крепость в краевой столице эвакуировали жильцов аварийной двухэтажки. Состояние дома ухудшилось. Восемь команд и три дня, чтобы узнать, чей футбол сильнее. Юные спортсмены из России, Казахстана и Белоруссии собрались на турнире памяти Геннадия Смертина. Итак, в одном из жилых домов в центре Барнаула ввели режим повышенной готовности. Речь идет о здании по адресу Пролетарская 254-2. По словам чиновников, пребывание в доме уже несет опасность для жизни. Двухэтажный многоквартирный дом еще в 2017 году был признан аварийным и подлежащим сносу. Зданию уже 70 лет. Тем не менее, до сегодняшнего дня там проживали три семьи. Накануне жильцы заметили, состояние конструкции дома ухудшилось. В администрацию центрального района от одного из жителей, квартира номер 6, поступило сообщение об ухудшении состояния чердачного перекрытия в виде локального обрушения его части в ванной комнате. В администрации центрального района приняли решение ввести режим повышенной готовности и эвакуировать жителей. Часть из них пока переедет к родственникам, других разместят в одном из социальных учреждений Барнаула. А теперь к основному событию сегодняшнего дня. В Барнауле отметили День воздушно-десантных войск. Празднования шли весь день в разных районах города. Одним из главных событий стало возложение цветов к мемориалам. На торжественном мероприятии побывал и Данил Кузнецов. Тельняшки, голубые береты и суровый взгляд. День ВДВ не перепутаешь ни с одним другим праздником. В Алтайском крае десантные войска в особом почете. Даже свой сквер имеют, где как раз и проходила церемония возложения цветов, Мой папа, Прозоров Андрей Иванович, хирург, проходил службу в Республике Афганистан с 1984 по 1986 год. Награжден медалью за боевые заслуги. Поэтому, наверное, мой выбор и пал на этот род войск. Далее митингующие переместились к боевой машине десантников на площади ветеранов. Эта площадь тоже значимое место, поскольку на ней установлен музей военной истории. После ремонта туда хотят добавить выставку СВО. Нигде в России нет такого, что был дом, музей, офис и вечный огонь, и мемориальные доски. Вы знаете, это так меня задело, что действительно у нас самое лучшее. Далее ВДВшники отправились на аллею десантников. Она появилась в Барнауле пять лет назад и была первым подобным проектом в России. Вообще, такое внимание к этому роду войск в Алтайском крае очень большое. Особенно в Пийске. Ветеранская тема афганская, она началась с Алтайского края. И Ассоциация патриотов России также объединила все ветеранские моторные организации, спортсменов и запустила такой проект, объединяющий всех. Вообще, эта аллея посвящена подвигу бойцов шестой роты, которая в 2000 году остановила превосходящие силы чеченских боевиков в Аргунском ущелье. И отстояла высоту 776. Был среди героев и уроженец Бийска Сергей Медведев. Отдали честь героям минуты молчания и песней, посвященной подвигу. Восемьдесят четыре. Не дождались семьи и сынов. Восемьдесят четыре. Разных годов пацанов. Сейчас воздушно-десантные войска все еще остаются элитой. Даже на СВО. Однако времена изменились. И в зоне спецоперации голубых беретов готовят еще жестче. Притом, не только физически. А вот что конкретно вы от дронов учитесь делать? Это быть более скрытным. Как бы не нарушать приказы. То есть это разведение костров. Это курить тоже строго. Чтобы не было ни дыма, ни каких-то световых излучений. Напомним, в этом году воздушно-десантным войскам исполняется 94 года. 2 августа 1930-го на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули с самолета. После чего военные теоретики увидели, насколько быстро подразделение может охватить противника по воздуху. Так и появились элитные войска. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Авиашоу и показательные выступления разведчиков в поселке Южный день рождения крылатой пехоты отметили во всех смыслах шумно. Со зрительских трибун за этим наблюдала Юлия Щепина. Показательные выступления бойцов-разведчиков, авиашоу, сборка-разборка автомата. Так продолжили праздновать 94-ю годовщину со дня образования воздушно-десантных войск России. На стадионе Рубин на Южном собралось несколько сотен голубых беретов. Праздник очень важен, он всегда в наших сердцах, поэтому это как второй день рождения. Это очень славный праздник, славный, храбрый пацанов, наших дедов, отцов. Это память о погибших, о тех, кто воюет, служил или вообще как-то связан с воздушно-десантными войсками. Кстати, место для праздника памятное. В 80-х годах в начале афганских событий с Южного забрали служить сразу 100 десантников. Их память и память других павших воинов почтили минутой молчания. На сегодняшний день в Алтайском крае проживает порядка 80 тысяч ветеранов-десантников, участников боевых действий. Был на Кавказе. И юбилейные. Ничего особого. У нас же много десантников, да, но в нынешнее время, вот, к сожалению, так жизнь выстроилась, что, ну, если мы даже хотим встретиться, да, то каждого чем-то обязало. И поэтому не получается. А вот в этот день, ну, и молодые, и старые, и средние. Ну, короче, ну, это братья. Все это братство. Воздушно-десантные всегда считались элитными войсками. И сами десантники подчеркивают, бойцы ВДВ отличаются смелостью и самоотверженностью. В ВДВ это есть такой воздушно-десантный шовинизм, где выживают сильнейшие и слабым там вообще не место. Это закалка, которую молодые ребята получают в воздушно-десантных войсках, там, служа в спецназе, гуру. Эта закалка остается на всю жизнь, и эта закалка, ну, она просто помогает по жизни. Рейд по соблюдению миграционного законодательства провели в крае сотрудники полиции, а именно представители уголовного розыска, дорожно-патрульной службы, управления по вопросам миграции, кинологи посетили строительные объекты в Санниково и Фирсовой Слободе. Оказалось, двое иностранцев находились на территории региона незаконно. В рамках рейда полицейские проверили 134 иностранца, а также граждан других государств, которые получили российское гражданство. По итогам проверок выявлено 14 различных правонарушений. Среди них нарушение правил въезда, незаконное осуществление и привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации, нарушение правил пребывания в нашей стране. Двоих иностранцев, которые находились в России незаконно, суд принял решение оштрафовать и выдворить из страны. Полицейские также выявили 11 человек, которые уже получили российское гражданство, но на воинский учет по месту проживания не встали. По завершению рейда их доставили в военные комиссариаты Барнаула. Как сообщили в полиции, проверки по пресечению незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности будут продолжаться. Узнать свой ВИЧ-статус, прогуливаясь по парку, жители города сегодня смогли бесплатно и анонимно сдать анализ на вирус иммунодефицита человека. Где это могут сделать все желающие? Сколько жителей Алтайского края заражены ВИЧ? Обо всем этом расскажет Ирина Корчагина. Одна полоска – это то, что каждый хочет увидеть в своем тесте на ВИЧ. Быстро, анонимно, бесплатно, еще и не надо ехать в больницу. Сегодня экспресс-тестирование проходит в парке Изумрудный. Никаких документов, никакой подготовки, кровь берется из пальца, а результат готов уже через 10-15 минут. За это время врачи успевают напомнить о том, как передается ВИЧ. Ведь многие уверены, что заразиться можно даже через посуду, перилы или укусы комаров. «Обязательно мы какой-то парк посещаем. Очень часто у торговых центров останавливаемся. Также проводятся у нас акции масштабные. Вспомнен тот же самый Всемирный день памяти у младших от СПИ до 19 мая. Он у нас прошел. Мы и рабочие коллективы обследуем. Помимо самих районов Барнаула, мы выезжаем и в районы Алтайского края. Пока сейчас летний период, мы стараемся как можно больше охватить районы». В этом месяце и в Барнауле, и в районах тоже запланировано экспресс-тестирование населения. Актуальную информацию можно найти на сайте и в соцсетях Краевого центра по борьбе со СПИДом. Точно так же быстро провериться на ВИЧ можно и в самом центре на 5-й Западной 62. Сегодня о своем положительном ВИЧ-статусе знают порядка 20 тысяч жителей края. А сколько даже не догадываются, хороший вопрос. «Профилактика, она необходима вообще во всем проверять свой организм на все. И ничего здесь такого нет. Я буду больше знать про себя, про свой организм, насколько он у меня здоровый. Ну, потому что это мне надо. Это тем более, это все доступно бесплатно, блин, это же классно, здорово». «Я бы хотела сказать людям, не бояться проходить такое экспресс-тестирование. Не стоит навешивать какие-то ярлыки. К тому же ВИЧ-инфекция – это на сегодняшний день не какой-то приговор. Это просто хроническое контролируемое заболевание». Но только в том случае, если пациент вовремя обратится за помощью. А это повод отбросить стеснение и узнать свой статус. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае стартовала ежегодная акция «Соберем детей в школу». Она помогает подготовиться к учебному году учащимся из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или в опасном социальном положении. Немалое внимание уделяют детям участников СВО. Во всех районах и городах края проводят благотворительные ярмарки, открываются пункты приема одежды, обуви, канцелярии и необходимой литературы, в том числе учебников. Также для детей проводят квесты, тренинги, концерты и мастер-классы. В свою очередь специалисты социальных учреждений проводят разъяснительные беседы в семьях, выслушивают обращения и стараются решить некоторые проблемы. К примеру, более 400 домов нуждаются в ремонте печей и электропроводки. Для этого нуждающимся выделяют материальную помощь. Для этого и тоже пришлось учить строгие законы, перспективы и пропорции. Выставка картин барнаульского юриста и художника-любителя Людмилы Жгун открылась в павильоне современного искусства «Открытое небо» библиотеки имени Бушунова. На ней представлены более 50 работ. В Южной Корее мы стояли на берегу. Такое ощущение, вот эта энергетика, как будто ты просто пополняешься. Пейзажи и натюрморты. Порядка 60 работ. Зеркало души автора можно увидеть на персональной выставке картин Людмилы Жгун. Барнаульский юрист, доцент кафедры частного права и теперь художник-любитель. У меня дочь младшая, и она мне говорит, мама, ты же в детстве как-то рисовала. Я говорю, ну, это рисование, у меня сейчас времени нет. И она берет, мне покупает шесть уроков. И я пошла, и все, и меня это затянуло. Я понимаю, что это для меня дополнительное вдохновение, дополнительный отдых и, наверное, какое-то получение дополнительной энергетики, энергетики, которую я восполняюсь. В детстве Людмила Жгун хотела стать режиссером и даже поступила в Алтайский институт культуры. Но позже связала свою жизнь с железной дорогой. После с юриспруденцией. Однако тяга к творчеству никуда не делась. В какой-то период времени ты должен, ну, меняться. Как говорится, профессию ты должен изменять что-то раз в пять лет. Ну, пусть это реже будет, да, но тем не менее нести добро. Здесь картины, наверное, представлены, ну, моя, наверное, душа. Так картина «Сквозь горный туман» стала лицом выставки и несет особую ценность для автора. После каждого клиента, когда смотрю это «Сквозь туман», это просматриваешь просто сквозь человеческую жизнь. И каждая судьба, которая идет, душа сквозь этот туман, но она находит выход. Поздравить автора пришли близкие коллеги и наставники по художественному мастерству. Это человек очень красивой души. Это человек очень больших возможностей. Вот очередная выставка, она показала вот очередную грань, которую, в общем, я не перестаю удивляться. Все тона в работах яркие, сочные. А вы видели, какое отношение к жизни у Людмилы? Вот такие же и работы. Очень хорошо, что подписаны года у работы. Есть работы там, допустим, ну, уже 24-го года, да? А есть те, которые действительно несколько лет назад были сделаны. И это видно. А если это видно, значит, есть рост. В планах у Людмилы не останавливаться на достигнутом и продолжать писать картины. Выставка «И сердцем увидеть мир» будет работать месяц. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Ну а в Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» завтра откроют памятник собаке-герою. Дворняга Варя ценой своей жизни спасла бойцов в зоне ИСВО. Эта собака была любимицей целого дивизиона. Еще щенком Варя попала в мотострелковую бригаду. В ноябре прошлого года группа военных отправилась за снарядами. В какой-то момент собака заметила дрон камикадзе и начала громко лаять. Благодаря Варе бойцы вовремя разбежались в разные стороны. А вот сама дворняга, к сожалению, погибла. Осколок снаряда попал ей в живот. Подвиг Варе стал известен на всю страну. А директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев решил увековечить память храброй собаки. Открытие памятника состоится завтра в 12 часов. А в 12.30 в зоопарке пройдет экскурсия «Четвероногие герои». Также посетители смогут пройти мастер-класс по плетению сетей, попробовать солдатскую кашу и оценить выставку оружия. И к новостям спорта. Пять дней остается до открытия в Барнауле 12-летней спартакиады. Наши команды уже готовы к финалам и ждут своих соперников. Сегодня мы расскажем про кикбоксеров, которые будут представлять Алтайский край в финальном этапе. О ходе тренировок и когда первые бои расскажет Дмитрий Дроздов. Начало августа не время для отпусков. Кикбоксеры во всю тренируются в зале и готовятся принять гостей из 41 региона страны. На финал спартакиады по кикбоксингу приедут лучшие файтеры России. Это первые и вторые номера сборной. Поэтому на ринге конкуренция будет на высоком уровне. Конечно, специальные соперники это Московская область, Кавказ, ну а также будет Амурская область. Тоже хорошие ребята, хорошие бойцы обученные. Хорошая школа ДНР и ЛНР подъедет. У них исторически очень хорошие файтеры и составляющие серьезную конкуренцию на турнирах. Алтайский край представит пять кикбоксеров в разных весовых категориях. Один из лидеров – Александр Логачев. Пристально изучает возможных соперников и готов дать бой каждому. Подготовка проходит вполне отлично. Тренируемся, пашем вес, скидываем, все. То есть, все отлично заряжено. Показать первым делом хочется, конечно, отличные бои. И, ну, и занять первое место. Также в ринг выйдут Матвей Варфоломеев, Василий Юрченко, Марат Гречушкин и Трофим Бучнев. Напомним, 7 августа будет первый день соревнований. Начало в 10 часов утра, а открытие состоится в 12.00. Файтеры ждут вас с поддержкой в спортивном комплексе «Победа». Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. И в продолжение спортивной темы – танцы, акробатические выступления и песни. Так в Барнауле открыли международный детский турнир по футболу памяти Геннадия Смертина. 8 сильнейших команд из России, Казахстана и Белоруссии 3 дня будут выяснять отношения на футбольном поле. Салют! Большой привет от ребят из Казахстана, Минска, Дагестана, Москвы и Красноярска. 8 команд, именно столько клубов на 3 дня объединил международный турнир памяти Геннадия Смертина. Человека, который не только воспитал классными футболистами своих сыновей, с которыми занимался по индивидуальной программе, но и дал ума еще множеству мальчишек. Геннадий Смертин просто любил футбол. Я помню, когда я еще был таким же, как вы, ребят, еще не понимал, буду ли я футболистом или нет. И вообще тогда профессии футболиста не было, контрактов не было, просто была я не издавая любовь к мячу, к тому, чем ты занимаешься. И я призываю вас сохранить вот эту любовь с этого возраста, вплоть до окончания профессиональной футбольной карьеры, чтобы вы подходили с любовью, потому что футбол уникальная игра. Международный турнир проводится уже восьмой раз. Растет и география участников, и ежегодно статусность. У каждого юного футболиста спортивная жажда победы. Да, на площадках будет бескомпромиссная игра, борьба. Все будут показывать свой настрой и спортивный характер. Но за пределами футбольного поля, за пределами спортивной площадки, конечно, вы, ребята, и вы, и ваши тренеры, все ваши наставники, наши дорогие, любимые гости, мы сделаем все для того, чтобы эти дни у вас в Барнауле, в Алтайском крае прошли замечательно. Игры проходят на главном стадионе школы Алексея Смертина. Там начало в 10 утра, и все выходные команды будут выяснять отношения на групповом этапе. А уже в понедельник в 14.30 состоится финальный матч. Елена Кузовкина, Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. На этом пока все. Если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону редакции 205-545. Хорошего вечера и приятных выходных. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok